Здравствуйте! В этом видео мы сошьем многофункциональную подушку для влажно-тепловой обработки, для утюжки. С помощью такой подушки можно утюжить выточки, окат рукава и другие участки, а также использовать вместо портновской колодки утюжка. С помощью этой подушки можно отстаивать швы, срезы после влажно-тепловой обработки для того, чтобы они быстрее остыли и закрепили форму, которая вам необходима. Для пошива нам потребуется простая хлопковая ткань, к примеру, бязь. Достаточно будет отрезка длиной 30 см при ширине 100-150 см. В качестве наполнителя я буду использовать ватин. Это может быть хлопковый или шерстяной ватин, либо хлопок и шерсть в сочетании. Потребуется примерно полметра, максимум метр ватина при ширине 150 см. Все зависит от того, какой плотности, какой толщины подушку вы хотите иметь. Но у ватина есть один небольшой недостаток. В процессе использования он проседает и теряет свой объем. А значит, подушка может стать тоньше. Поэтому, если при создании такой подушки для ВТО вы преследуете цель придания определенных форм, например, той же самой утюжки оката рукава, то в качестве наполнителя, который будет дольше держать форму, можно использовать, к примеру, опилки. Но если вам нужна просто подушка для отстаивания швов, срезов, то есть заменитель портновской деревянной колодки утюжка, то ватин – отличный вариант для наполнения подушки. Внешний слой подушки, чехол, я сделаю двуслойным, чтобы он был более плотным и не просвечивал. Я раскроила 4 овала размером примерно 20 на 30 см. Разумеется, форму и размеры вы можете менять. Можно, к примеру, сшить подушку для утюжки рукавов. Это будет длинный, узкий, вытянутый овал. Шириной примерно 15 см и длиной 40-50 см. Принцип изготовления тот же. Овалы из ватина можно скроить одного размера. А можно сделать небольшую градацию размера на 5 мм на сантиметр, если вы хотите, чтобы подушка была округлой по бокам. Я скроила 12 овалов, то есть 6 пар одинаковых размеров с градацией примерно в 1 см. Далее соединяем овалы ватина друг с другом так, чтобы самые большие детали остались снаружи. И для удобства можем сшить эти слои по краям. Слои друг с другом закреплю в нескольких местах с помощью канцелярского зажима. И затем вручную большими крупными стежками соединю внешние слои ватина. Все 4 слоя прошиваем вместе, оставляя снизу небольшой отрезок в 10 см. Выворачиваем внешний слой из бязи и заводим в него наполнитель. Если вы решили заполнять подушку опилками, здесь тот же самый принцип. Ну а далее нам остается только зашить вручную, либо застрочить на машинке небольшое отверстие. Можно сделать это незаметными стежками в виде змейки, захватывая 1-2 мм с одной стороны среза, а затем с другой. На этом подушка будет готова. Она достаточно мягкая, упругая и, как видите, не очень объемная, не очень толстая. Отличная замена деревянному портновскому утюжку. Отличная замена деревянного портновскому утюжку.